Привет, ребята! Меня зовут Алексей, и у меня, в принципе, очень важное предновогоднее послание для вас. Я хотел бы вас попросить три одолжения, основных будут еще несколько. В общем, смотрите, первое одолжение, которое я бы хотел попросить, на Новый год не пить алкоголь больше 10 градусов. Я знаю, что в России традиция на Новый год распивать алкоголь, и я не буду спорить с традицией. Дело в том, что, например, в Новой Гвинеи, когда мама умирает, ее принято съедать. Мы не будем спорить тоже с этой традицией, потому что для них, для новых гвинейцев, будет как-то так не съесть. То же самое, если я вам скажу, вообще не пить на Новый год, вы скажете, нет, это наша традиция. Но, например, смотрите, вот 12 часов прозвучало, Владимир Владимирович рассказал вам речь, которую он уже записал пару недель назад. И вы все подняли шампанское. После этого, если вы же очень хотите пить, но пейте вино. Причем, если начали белое пить, пейте белое. Если начали красное пить, пейте красное. Но смотрите, чтобы оно было не больше 10 градусов. Уже 15 градусов, вы уже можете напиться, вам будет плохо, да? Какой смысл? Почему вы должны по указке набухиваться именно на 1 января? Вот вся страна должна на 1 января набухаться. По телевизору у нас там программы, вот кино вот это вот с легким паром, да? Где они там курят, съедят, там пьют, пьяный заходит в ад. Это все прошлое, понимаете? Это все в прошлом. Сейчас этого делать не надо. Послушайте меня. А, значит, если компания большая и вас заставляют, давай, выпей, выпей, наливайте воду себе, пейте воду. Более-менее люди, которые соображают, да, они не хотят расстраивать эту пьяную биомассу вокруг себя, чтобы там не был вопрос, что ты там не пьешь, не уважаешь. Пейте водичку, вы на следующий день себя будете лучше чувствовать. Вторая просьба, которая у меня для вас есть, значит, не ешьте блюда, в которых есть майонез. То есть, оливье, крабовый салат, селедка под шубой, потом там буряк в майонезе. Может быть, это все вкусно, я уверен, что это все вкусно, и вы, наверное, сами это делали, но это все мусор. Это все мусор для вашего организма. Если вы едите мясо, ну, поешьте мясо, а лучше поешьте рыбу, там, я не знаю, селедочки там с картошкой, фруктики, да? И старайтесь много не наедаться, смысл, уже ночь, вы наедитесь ночью, выпейте, ляжете спать, у вас будет это несварение. Зачем? Это нет никакого смысла. Вы можете проводить старый Новый год, там, посидеть, пообщаться, ну, если, опять же, хотите выпить, ну, чуть-чуть выпейте, да? Чуть-чуть покушайте, смысл наедаться, быть вот такой вот жилой большой. И третье, значит, если вот такая тема есть, принято, ну, типа, ходить по друзьям, там, друзья, может, живут где-то далеко, надо будет ехать. Не садитесь пьяными за руль, вызовите такси, вызовите Uber, ссылка там на промокод, если вам надо бесплатную поездку, Uber на 500 рублей в России, вот, зарегистрируйтесь по ссылке, которую я оставлю, это от меня рефералка, получите бесплатную поездку на 500 рублей. Доедете вы на этом Uber, может, вас немножко там больше возьмут, Новый год, пусть этот водитель заработает, вы ничем не рискуете. Потому что, понимаете, больницы будут переполнены, и все равно там люди набухаются, отравятся, подавятся, обожгутся, там, что угодно. Полиция будет злая, потому что она работает, зачем вам это вот надо, да, нам на Новый год еще все это усугубляет. Вот, потом у вас есть первое число, второе число, все равно все не съедят, закупают как не в себя, вот такие булы на стол делают, стол огромный ломится, ну, как будто весь год ничего не едят, вот за один раз решили все съесть, да? У вас есть будет первое, второе, там, каникулы до седьмого числа, потом там удивляются, вот, у нас там экономический спад. Слушайте, да, например, в Америке первое число все закрыто, второе что-то закрыто, третье все работают, все работают. Я уже второго числа буду работать, да? Я, может, и первого буду работать, я посмотрю, второго точно. Вот, у вас праздники до седьмого, вы наедитесь, вы еще все сидите, не надо делать нагрузку именно вот в эту первую ночь. А если хотите спать, пол, там, в два, пол третьего ложитесь, вот, потому что обычно ложитесь в один спать, максимум в двенадцать. Зачем сидеть там уже в спичке глаза вставлять? Хотите спать, ложитесь спать. Вы на Новый год не обязаны справлять, вот, по указке. Раньше Новый год справляли с 31 августа на 1 сентября. Это было в России, потом Петр Первый посмотрел, что в Европе с 31 делается. Значит, справляю теперь с 31 на 1. Евреи справляют в сентябре Новый год, у китайцев в феврале, у всех по-разному. То есть, вот, вам сказали, что надо с 31 на 1 справлять Новый год радоваться, и вы все этому рады. Что касается меня, да, я буду справлять Новый год. Я вам скажу, что, вот, лично я буду есть оливье без мяса, но чуть-чуть совсем. Почему я себе могу позволить оливье? Потому что, во-первых, сегодня я был в спортзале, я отработал час программу, и потом еще сел на тренажер, еще покачался, да, у меня немножко даже так мандраж небольшой есть. Завтра я весь день, потому что у меня завтра еще, как бы, 31, да, я весь день ничего не буду есть. Абсолютно, у меня будет голодание, я только водичку буду пить, и вечером я себе позволю немножко поесть. И я буду есть рыбу, и овощи, фрукты, и совсем чуть-чуть я положу себе оливье, потому что я давно не ел, я был на диете. И я потом видео на основном канале выпущу, да, я был на диете, и у меня охота просто немножко вкуса. Да, я чуть-чуть, я буквально ложечку положу от этого вот оливье, все. И потом, 1-го числа я пойду опять в зал, я все это отработаю, я весь этот майонез выжму. Если вы себе наложите вот такую тарелку и все съедите, запьете алкоголем, вы только хуже сделаете своему здоровью, хуже сделаете своему желудку, вы быстрее постареете. И какой кайф, очень, когда мы не ели майонез, никогда не ели оливье. Ну вот такие вот, если, значит, резюмировать, прошу вас не пить ничего больше 10 градусов, если надо пить. Вы наливайте воду, там сок, с ним чокаетесь, эффект толпы, да, уже все пьяные, всем весело, вам тоже будет весело. Ну, все очень хотите, ну, чуть перегубить. Значит, не жрать ничего с майонезом, все в сторону, все, пусть враги ваши едят майонез, да. Вот, и пьяным не садиться за руль. Ну, вот такое вот у меня, как бы, вот такие вот у меня просьбы к вам. Выполните, молодцы, не выполните, нам ваша совесть останется. Спасибо за внимание, пока.